Елена Андреева Записки бывалого кота Читает Мироненко Юрий Чтобы понять, есть ли у животного душа Надо самому иметь душу Альберт Швейцар Философ, гуманист, музыкант и врач Нельзя к животным подходить с человеческой меркой Их мир старше нашего и совершеннее И сами они — существа, более законченные и совершенные, чем мы с вами Животные — не меньшие братья И не бедные родственники Они — иные народы Генри Бестон, американский писатель-натуралист Хочу поделиться с вами, дорогой читатель Моими жизненными историями Наблюдениями и размышлениями О разных созданиях Божьих Включая людей Собак, кошек, лисиц, черепах И других обитателей моей Вселенной Надеюсь, прочитав эту книгу Люди засомневаются Являются ли они вершиной эволюции И станут немного великодушнее и мудрее Искренне ваш, кот Пусик Фосскриптум Скромность, хотя и не относится к сильным сторонам моего характера Но все же в нем присутствует Поэтому излагаю все повествование, что называется, от третьего лица Почему от третьего, не очень понимаю Кто ж тогда второе? Но так у людей принято говорить Итак... Пролог Наступило рождественское утро Хотя утром это назвать язык не поворачивался Сквозь французское окно в комнату заглядывал синий мрак Пять минут, которые прибавились к 25 декабря, радовали чисто теоретически Темноту они не разгоняли От огромных стекол веяло холодом В камине от веселого вечернего пламени Еле-еле теплилась пара угольков Они слабо подмигивали, грозя каждую секунду угаснуть навсегда На лестнице послышались осторожные шаги Айлен всегда спускалась по винтовой лестнице медленно Особенно утром Спросоня Ступеньки были узкие, а домашние тапочки изрядно похожие на валенки на пару размеров больше 37-й размер этого пронзительно-розового цвета, да еще и с помпончиками, уже раскупили Наконец, дверь открылась, и в комнату, которая справедливо именовалась гостиной, поскольку в ней частенько собирались компании, вошла Айлен Правда, сама она называла это помещение «чертоги», о чем свидетельствовала надпись, нацарапанная мелом на сине-зеленых дверных досках Айлен была укутана в темно-синий махровый халат, который ей тоже казался великоватым Из кармана, как всегда, торчал неизменный мобильник Через несколько минут из миниатюрной кухоньки рядом с чертогами разнесся пленительный аромат миндального кофе и поджаренного хлебца К нему, конечно, непременно полагалась чайная ложечка айвового джема Айлен зажгла две свечки, угнездившиеся на полке видавшего виды серванта в компании яблок, каштанов, бутылки вина и оранжевого дракончика Он же заварной чайник Наконец, после всех этих манипуляций, она с облегчением села к столу и мечтательно отпила глоточек кофе И вот в этот момент утреннего апофеоза на стул рядом бесшумно запрыгнул огромный серополосатый кот Это был Пусик В виде исключения он разрешал Айлен звать себя Пусеткин, Пусяндра и даже Пусяндропола Была еще одна кличка — Кот Злодейкин, но употреблялась она очень редко Но такая привилегия была дарована только ей Глава первая Жизнь Пусика, когда он еще не был Пусиком Пусик вовсе не всегда был Пусиком Более того, первые полтора месяца своей жизни он даже не подозревал, что станет Пусиком И это будет лишь одним из грандиозных изменений в его кошачьем существовании Но не будем забегать вперед Все по порядку Июль, как и положено июлю, был жарким Два полутрамесячных котенка, полосатопятнистый серенький мальчик и пестренькая трехцветная девочка Как, вероятно, уже догадался проницательный читатель, Пусика и его сестренка За смешное мяуканье он звал ее Микамика Умиротворенно и сыто посапывали в ящики из-под апельсинов в сарайном полумраке Последние дни десять мама-кошка уже меньше проводила с ними время Приглядывая за своими детьми с некоторого расстояния и давала им все больше свободы Сначала их это расстраивало, и они бегали за ней с требовательным и капризным писком Но их мама была умудрена жизненным опытом И понимала, что детки должны познавать сложности кошачьей жизни И быть готовыми к ее превратностям Двух котят уже забрали Она понимала, что со дня на день ей эти два котенка Навсегда покинут ящик из-под апельсинов с расстеленной на дне старой кофтой И когда она увидела, что хозяйка встречает у калитки мужчину, женщину и девочку лет пяти Интуиция подсказала ей, что сегодня в ящике будет спать только один котенок Только вот кто? Дочка или сыночек? За этого мальчика ей всегда было тревожно Уж очень он выглядел обычно, ничем не привлекал Серенький, с невыразительными полосками и пятнышками То ли дело его черно-белорыжая сестра, обещавшая стать красавицей достойной обложки журнала ВОК Так и есть Хозяйка ведет семейство к сараю Как бы немалые были брат и сестра, они не были комнатными котятками И уже научились чутко прислушиваться к тому, что происходит вокруг Их дремота не была абсолютно безмятежной Вот и сейчас они уловили скрип калитки, голоса, хозяйки и незнакомые, и приближающиеся шаги Дверь в сарай открылась, впустив яркое солнце и волну полуденного зноя Котята затаили дыхание и, чуть-чуть приоткрыв глазки, наблюдали за вошедшими Присутствие хозяйки их не очень успокаивало Они смутно помнили, что она точно так же появлялась с какими-то людьми, что-то приговаривая елейным голосом Люди наклонялись над ящиком, вертели в руках то одного котенка, то другого, сюсюкали Потом брали приглянувшегося им и уходили, унося его навсегда Люди заглянули в ящик «Вы посмотрите, какие красавцы, какие лапусеньки!» — ворковала хозяйка «Вот этого, вот этого пестренького хочу!» — захлопала в ладоши девочка «Это кошечка!» — уточнила хозяйка Эта ремарка почему-то вызвала некоторое замешательство у взрослых «Может, лучше мальчика?» — неуверенно произнесла женщина «Нет-нет, хочу этого пестренького, ну пожалуйста!» — настойчиво капризно затороторила девочка «Мальчишка убегать будет!» — авторитетно заявил мужчина «Если ей нравится, берем пестренькую, потом разберемся» Мужчина явно уже принял решение и торопился завершить мероприятие по выбору котенка Женщина присела около ящика, расстелила на коленке пеленку и потащила к себе Мика-Мика Та истошно, как ей казалось, завопила На самом деле раздался жалобный и испуганный писк И, вцепившись в кофту, потащила ее за собой Ее брат издал грозное шипение Опять же, по его мнению И попытался удержать сестру за лапку Женщина явно пришла в раздражение от возникшего сопротивления Она оттолкнула брата и со словами «Ты смотри, какая с характером!» Отцепила сестренку от кофты Быстро замотала ее в пеленку И семейство заторопилось к выходу Котенок слышал призывающие на помощь мяуканье сестры Видел, как девочка прыгает и кричит «Мама, дай! Мама, дай!» Но что он мог сделать? Дверь захлопнулась Волна теплого солнечного света исчезла Котенок остался один в ставшем огромном и неуютном ящике из-под апельсинов Какое-то время он сидел, пытаясь привыкнуть к наступившей пустоте Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok